Представив горлу нож, забрал у своих соседей 20 тысяч рублей. Два молодых человека, приезжие из ближнего зарубежья, обратились в полицию и заявили, что стали жертвами ограбления прямо у себя дома. Нападавшего знают ровно неделю, что живут в коммунальной квартире. Он их сосед. А Гольба Трудзинова узнала всю историю. Это не первый раз. Тут вчера тоже так было. Мужчина рассказал, с буйным соседом за стенкой они живут уже неделю. В эту комнату двое братьев заселились недавно. В этот вечер, вернувшись домой с работы, они начали готовить ужин. Процесс прервал стук в дверь. В коридоре стоял нетрезвый сосед. Тисели этому картофель, тисели и сразу ножом взял его. Тебе? Да. И что вы там говорили? Привет. Денег просите? Представив лезвие к горлу старшего брата, молодой человек стал требовать деньги. Рассказывают, что ходил по комнате, размахивал ножом, бил по стенам и мебели. Испугавшись за свою жизнь, братья отдали ему всю имеющуюся наличность. В доме было 20 тысяч рублей. Взяв деньги, сосед быстро удалился из комнаты. Тогда потерпевшие и вызвали полицейских. Как выяснилось, подозреваемый и сам когда-то работал в правоохранительных органах. Он работал в милиции. Когда-то давно. Но у него форма, удостоверение. Через некоторое время он оказался по другую сторону закона, за что и был уже судим. В этот раз молодого человека забрали в отдел полиции. Пострадавшие братья написали заявление. И уже приготовились при повторении угроз съехать из коммунальной квартиры. Айгуль Бодрудинова, Нафиса Минязова, Азатца Мигулин, Вызов 112.